Алексей живет в доме на Попаннице в 121А. Говорит, путь в квартире лежит через неопрятный подъезд и зловонный шлейф от мусоропровода. А все потому, что управляющая компания не особо следит за состоянием дома, уверен мужчина. В другом подъезде сосед беспредела не вытерпел и за свой счет отремонтировал 4 этажа, потратив на это около 100 тысяч рублей. Можете здесь посмотреть, насколько сильно отличается состояние подъезда. У других жильцов таких денег нет. Им хватает и ежемесячных отчислений по коммуналке. Поэтому и решили как можно скорее поменять бездействующую УК. Практически все жители были недовольны работой управляющей компании. Но организовать их для голосования было достаточно сложно. Это начиная от того, что надо было просто застать всех жителей на месте, дома. Провести голосование, собрать подписи. Не все жители, конечно, даже соглашаясь с тем, что управляющую компанию надо менять, не все жители соглашались ставить свою подпись. Якобы одна была управляющая, ничего не делала, вторая придет, зачем нам что-то менять. Старая управляющая компания, она, конечно, не так легко отдала свои полномочия. То есть они написали по результатам проведения нашего голосования, написали жалобу в прокуратуру. Была возбуждена прокурорская проверка, которая прошла успешно в нашу пользу. А вот новостройки на Северо-Власихинской еще предстоит смена компании. По словам жительницы дома Елизаветы, многоэтажку только возвели, а она уже чахнет. Те, кто уже живут, то есть те, кто собственники для себя купили, не для сдачи, я думаю, что они все будут согласны. Единственное, только будет вопрос с теми, кто купил квартиру для сдачи, так как им без разницы, что будет там твориться. Незаинтересованность части жильцов может стать серьезной проблемой. С 1 сентября в России изменились правила смены управляющих компаний. Теперь для этого нужно собрать 51% голосов не от участников собрания, а от собственников квартир. Юрист Дмитрий Кондратов объясняет это на примере листа. Могут принять участие и столько, там условно столько, и весь дом может проголосовать. Но для того, чтобы принять решение о смене управляющей компании, недостаточно четверти. Нужно, чтобы именно от общей площади многоквартирного дома больше 500 квадратных метров приняло, именно проголосовало за. Для граждан, да, усложнится. То есть, если жители недовольны своей управляющей компанией текущей и хотят сменить, то есть, им недостаточно недовольства своего и нескольких соседей. То есть, им нужно будет убедить в том, что такая смена необходима, добрую половину дома. Эксперты, хотя и признают непростое положение, в котором окажутся некоторые жильцы, но единодушно одобряют новые правила игры. Есть такие дома, которые постоянно бегают из компании в компанию. Понимаете? И есть такие случаи, когда управляющая компания не может в первые 2-3 месяца и в первые полугода своего управления показать качество работы. У нас даже платежка выставляется на месяц позже, пока денежные средства аккумулируются, пока они выполнят определенные работы. И, соответственно, плюс в том, что те дома, которые любят бегать из одной управляющей компании в другую, они будут бегать меньше. По данным Краевой инспекции строительного и жилищного надзора, в 2021 году 24% многоквартирных домов на Алтае сменили управляющей компанией. И это на 1,5% больше, чем в 2020. Чаще всего люди это делают, когда не веют в доме ремонта или недовольны обслуживанием подъездов. Если люди недовольны управлением, их не удержать никакими силами. Будет чуть более такой, как говорится, более цивилизованный, наверное. И управляющие компании разумные, он подтолкнет для того, чтобы больше взаимодействовать с собственниками. Районы и суды, добавляют юрист, просто перегружены такими заявками. Поэтому новые условия должны искоренить эстафету перехода домов от одной УК к другой. Еще сложнее дома, в которых въехали еще не все собственники или в которых значительную часть квартир сдают. Где искать подписи? Эксперты непреклонны. Жителям нужно объединяться. Социальные сети, мессенджеры, где люди объединяются, объявления в подъезде. То есть в любом случае ответственный собственник периодически на своей собственности контролирует ее состояние, появляется. Соответственно, видит размещенные объявления о том, что есть группа в том или ином мессенджере. Есть приглашение объединиться. Кроме того, нововведение может повлиять на уменьшение числа фальсификаций документов общих собраний, которые могут быть допущены при их оформлении. В связи с тем, что теперь решение будет приниматься большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений, жильцы больше не смогут разбиваться на микрогруппы и принимать противоречащие друг другу решения. Жилищная инспекция очень часто, конечно, она очень часто сталкивалась с протоколами, которые, как вы сказали, с фальсифицированными. Процент их уменьшится. И количество спорных домов, я бы так сказал, спорных домов, когда одна компания делит этот дом с другой компанией, я думаю, что вот таких случаев будет меньше. Насколько мы поняли в процессе съемки, жильцы многоквартирных домов еще не до конца осознали суть изменений и поэтому не представляют, чего теперь будет стоить смена управляющей компании. И пока эксперты одобряют изменения в законе, нам остается надеяться, что в новых условиях люди научатся не только объединяться для смены УК, но и для решения проблем дома сообща.